Доброе утро! Несколько дней назад приобрел, с огромным удовольствием прочитал вашу книгу, с удовольствием для избранной судьбой. Спасибо вам за нее. Мне очень близка ваша философия и отношение к растениям и садоводству в целом. Хочу учиться вас, перенимать ваши технологии. В книге мне не хватило информации по подготовке земли в закладке нового сада. То есть с самого начала, когда сада совсем ничего нет, нулевый, так сказать, уровень. Поэтому я решил обратиться к вам еще за этой информацией. Возможно, у вас же есть информация по этой теме в других книгах, в интернете. Или вы найдете возможность дать мне консультацию, например, по телефону или по личной встрече. Так, тут, кстати, вот я перебью. Я тут получил письмо из США. Я хочу ваши саженцы. Ну, наверное, он меня тоже слышит, раз в США с таким просьбой обратился. Ему тоже нужна личная учеба. То есть я понял, он в США хочет ко мне приехать. Раз. И хочет мои саженцы. Вот. Я чуть-чуть отдохся, Михаил, но это очень важно. Я растерялся. Я ему не ответил, я не знаю, зачем отвечать. Скажу, приезжайте, а он, допустим, не из бедных возьмет и приедет. Ездит же туристы к нам. Увидит эту нищету, в которой я живу. Этот коттедж из этих опилок и досок. Я все-таки рубероидом. Вот. Уже и поэтому я одноотрез. Вот. Раз. Дальше читать ему лекцию, если он даже заплатил бы мне тысячу долларов, даже пять тысяч. За эту лекцию. Ходить по саду несколько дней, учить его, садить и все. Я уже физически не могу. А с вами, Михаил, лекция. Я же уже один фильм для вас сделал. Еще второй остался. Так вот. Я растерялся, конечно, сильно с американским товарищем. И не знаю, что ему ответить. Что-то сюда сгорел, когда он приедет. Но на коньяк деньги найду. Не без этого. До встречи, прощания. Все равно не это. Промолчать неудобно. Вроде получается, струсил. Не знаю, что мне делать с этим американским-то. Причем два писема уже написал. На первый это я не ответил. Коротко о себе. Михаил. Это уже Москва. Люберцы. Участок земли. Четыре га. В Ореховзуевском районе Московской области. Бывшее колхозное поле. Заросшее молодым сосновым лесом. Так. Господи. Есть и плюс, и минус. Идем дальше. Опыта практически ноль. Есть цель выросить сад. Чистыми и полезными. Крутками, орехами и культурами многолетних. Боюсь по неопытности налывать дров и испортить участок. Да так скорее будет. Уже почти год изучаю теорию чисто экологически-интернативного садоводства. То есть вот это как раз для того, чтобы у вас ничего не получилось. Почему? Потому что я отношу. Начинаем сейчас учебу. Так. Землю оформил. Оставляю проект. Планирую приступить весной 25-го года. Буду рад любым советам. Рассчитываю по ставящему материалу. Про материал я пока молчу. Хотя с удовольствием бы продал ему тысячу костей. 10 тысяч костей. Михаил Дмитриев. Вот смотрите. Я один фильм уже сделал. Но этот фильм начинается с того, что... Наверное, смотрите. Сейчас мы на 20 минут позже начали. У нас получается 25 минут до конца разговора. Да? Вот. А, вот это вот и есть американец. Ну, бог с ним. Или еще кто-то. Все. Это даже сегодня... И не буду даже это... Все равно не знаю, что американцу ответить. Давайте к нашему московскому другу поговорим. Первый фильм. Я... Он вышел совсем недавно. Кто хочет, кто-то увидит. Потому что 4 гектара. Гектар. Пол гектара. Я даже сказал. Шестисуточный участок. Начинается все одинаково. Вот. Мое Подмосковье было настолько шокированное. Я был. Там было две страшные проблемы. Огромный дачный массив. Дома у многих. Капитальное. Там жить можно. Не уезжая в город. Вот. Просто жить и все. Круглый год. Капитальные дома. Вот. И сады. Сады все больные. Подчеркиваю. Все. Если один-два я находил. И сотни. Это не считается. Сады все больные. Дожди. А это был июль месяц. Ежедневные. Почва. Сплошная глина. Ноги разъезжались. Вы представляете. Что это за садка. Там ноги разъезжаются. Как на лыжах по глине ездишь. Там же склон. Вот. И чем я мог помочь. Даже тут. А я же разговаривал с соседями. Они. Слух прошел. Сибирский авторитет приехал. Кто-то думал в Сибири нет садоводства. И вдруг. Авторитет приехал. Про меня ни один не слышал. Ни один. Вот. Но. Слух вот такой. И вот. Что мне делать? Как делать? Я тут же говорю. Значит. Пожалуйста. Ты прекрати колеси деревьев. Что ты натворил-то? Все деревья с колесами. Вот первым делом. Прикрати колеси. Может еще выживут. Раз. Вот. Сад будешь новый садить. Завези земли. Сверху сделай холмы. На это. Прямо на глину. Не копай ты эту глину. Чтобы. Ну вы представляете. Конечно. В счете. Любой взрослый саденец. Видели мои саденца. Это. Только под землей. Снаружи. Это десятки квадратных метров. А под землей. Это десятки кубов. Кубо метров. Десятки. А ему говорят. Метр на метр на метр. Эту глину выкопаешь. Так. Это. Накидаешь туда. Перегною. Всякого дерьма. Минеральных удобрений. Органических удобрений. Все что-то там. Доломитовой муки. Этих самых. Песочком разбавь. Этим самым. Гальку туда насыпешь. Вот. Железо накидаешь. Вот. Керамзита туда. Надаешь. Ну само собой. Фосфорное. У меня фосфорное. Удобрения. Азотное. Калийное. Натриевое. Все-все-все. Что? Сходи в магазин. Купи ты. Пусть отравлю фруктов. Нет. Ты все это сделал. А что это ты получил-то? Ничего это не получится. То есть давайте вот это все отменять. Не все конечно. Хотя бы вот это. Раз. Дальше значит. Хочется вот сад был в горах. Забудьте все его эти. Самые. А то копали экскаватором ямы. А воды нет. А куда теперь девать? Огромный котлован. А воды нет. Так ты колодец сделай вначале. Посмотри где вода. Настолько ошибок понаделана. Поэтому у меня сразу вот это вызывает аллергию. Теперь идем дальше. Что получается? Колодец выкопали. Тогда можно уже думать о серьезных делах. 16 часок. Можно и без колодцев прожить. У нас так бывает. Есть крыша. Сделал ливни с крыши. Какой-нибудь бочкой. Да побольше. На куб. На 10 кубов. Еще купаться будешь в этой емкости. Вот. Она всегда будет полная. И даже из колодца можешь обойтись. В крайнем случае. Воду купишь. Бутилированную. Для питья. Все. Ну а если у тебя 4 гектара. Тут все и начинается. Я в таких случаях говорю. Давайте сделаем. Это я разговариваю с Михаилом Дмитриевым. Ну пусть. Дмитрий Явым. Михаилом. Пусть. Где-то повторит то, что есть в фильме. Но уверен, что большинство из вас этого фильма не видели. Там просмотра мало. Вот. И тогда. Остается такой. Лучший вариант. Дам этот город. Назовем его пробный. 100 или 1000 косточек садишь густо-густо. Много места не займут. Никакие сотки. Там полсотки. Четверть сотки. Посадил густо. И ждешь, что получится. Посадил косточки груш. Семечки груш. Подвойных. Потому что замучаетесь культурные ждать. И что им вырастет непонятно. И замерзнуть неясно. Пусть раз в 12 лет, там в Подмосковье минус 40. Хватит, чтобы убить сад? Хватит. Начинаем с подвойных груш. Подвойных яблок. Сибирки. Уссурики. Вот я рассказывал вам чуть выше. Свароги. Спасибо, Александр Николаевич, что, так сказать, поправляешь меня. Свароги. Вот. Манчжурские абрикосы. Не пойдут манчжурские абрикосы. А вы их на холмы. Уже. Как гуся воды. Вода стекать будет. Крону вы не будете калечить. Значит, дерево будет. Без низкалечения, без калечения. Крона, нормальная крона, сама распределит потоки. Сравит, низкалечат. Дерево насквозь течет. Вода все гниет. А потом говорят, у нас расти не будет. Для начала посадил и забыл, кто к нему дорогу. Может вообще это все лето не подходит. Осенью подошел, посмотрел. Ну, что осталось? И сотни косточек осталось. Десять. Сад есть. А если семьдесят? А у меня соседи, а у меня любовница, а у меня родственники. Найдем куда из ста семьдесят деть. Но это для дачника. Я говорю, начинаем в шести соточный участок. Не обязательно. А потом приращивайте. Или все четыре. Но эти четыре. Помните, как там было написано? Начало зарастать сосной. И вот когда зарастает сосной, это лучше учить. Участок для абрикосов, груш. Поняли? И даже персиков. Это все стержневые корни. Вот. Сосна, где попало, не растет. Раз сосна, значит, земля песчаная. Помните, как этот анекдот? Кто меня смотрит постоянно? Помните, что такое логика? Ага. Ты женщину любишь, значит, ты не дей. Нет, не так. На рыбалку ездишь, значит, ты не дей. А если на рыбалку не ездишь, значит, ты не дей. Вот так же логика такая же. Если ты имеешь, у тебя участок зарастает именно сосной, все, сади абрикосов, у тебя будет абрикосовый сад. Вот видите, как просто. Но здесь или, или, а если не будет? А если у вас, у другого, я же для всех говорю, не для одного человека, понимаете? А что я говорю для всех? Садим на абу и ждем, что будет. Ведь рядом будут расти сливы, следующая школка. Рядом будут расти вишни, рядом расти сибирки, рядом расти, кроме усулия, свароги. Рядом будут расти вылочные вишни, рядом будут расти прямо косточками черешни. Там теплее, можно даже, даже бета. А мои, мои черешни, мои перчики, они уже нахватали в себя гены дикарей. Ну, назовем гены морозостойкости. Уже нахватали. Вот. И тогда, что останется через год, два, три? Вот тут теперь, ну, я виноват, что до этого, на ваша наука, ваше, московское, там, питерское, никто ни хрена на этот счет не делал. Ведь не надо взять дерево, не дышать на него, обрабатывать его, копать вокруг обязательно ямы, чтобы оно дышало, к чертовой матери. Это, наоборот, уничтожение дыхания, когда перекапывают почву. Сделать ему штамп, искалечившись, чтобы не проходило. Тут же это все подмерзнет, все эти ранки подмерзнут. И все, сосуды будут полумертвые, полузабитые. И вот уже дохнет все. А это называется, знаете, как это называется? Селекция это называется. Хрен вам мой, извините. Хрен его, это не селекция. Это издевательство, но здравый смысл. Посадил, забыл. И вот когда пройдут годы, и уже смотришь, чтобы, как я нашел эти два несчастных войлочной вишни. Искалеченная, мелкая, невкусная. Вот. Посадили бы и забыли. Уже поможем. Кто-то, где-то их достали. Может они были изначально вкусные, но так-то лечь и деревья. Вот что я хотел сказать. Сотни этих, сотни этих, сотни этих, сотни этих. Вот. Лучше тысячу. Намек. Тысячу этих, тысячу этих, тысячу этих, тысячу этих. Вот. Не разоритесь. Не разоритесь. И тогда у вас сразу получится отбор. И вы будете первые. Вот. И когда-то придет время, если вы все еще изучите уже не вот этого, не вот этого, а Латинкова, Железова. Если вы изучите настоящих садоводов. Вот. Научитесь, научитесь укоренять, как Алексейка. Научитесь выращивать черешни, как Борисович Ботович. Вот. И тогда вы лидер. Понимаете? У вас покупать будут уже не потому, что это, допустим, а я уже Лиза убрал. А кто меня там знает в Москве? Вот. Тогда у вас будет маточный сад. Пройдут годы. Но ничего поделать нельзя. Начинать придется с нуля. Даже если бы случилось чудо, Сергей продает от тысячи до двух сажей. Что-то говорит дорого. Не факт, что они там все дойдут до подношений. Купил тысячу. Засадил свои четыре гектара. Это когда? Засадил четыре гектара. Тысячу штук. Привитых саженцев. Потратил на них от миллиона до двух. И не факт, что они что-то получатся. Смог же этот самый в Бабазе познакомился, подружился с предпринимателем. Восемь гектар. Мы вам запрещаем приезжать, как сказали тому предпринимателям. Это история десятилетней давности. Вот. Мы вам запрещаем. Гоните монету, мы по ссылке вышли. Выслали. Нету сада. Поэтому, еще раз говорю, начинать придется с семян. Я должен совет дать. Вот. Вы не найдете миллион рублей, чтобы у Сергея Железова купить сразу тысячу привитых. Это даже меньше тысячи. А потом еще, чтобы они все были живы. Вот. Видите. Я только начал говорить. Почему? Потому что я сделал для вас. Вы, наверное, в курсе. Знаете, Михаил из города Люберс. Я сделал для вас один фильм. Но я сказал, начинаем с малого участка. Потом прирастаем. Как вы будете держать эти, чтобы пока вы будете развивать этот, чтобы вырастили скучно. Легко охранять. Легко поливать. Легко обрабатывать. Когда вся эта тысяча, а не сколько саженцев, будет расти на определенном небольшом участке. Для начала. А там у вас еще будет стройка. А вам еще нужно... А, это все будет вторая серия. Ну, уважаемый Михаил. Как мог, рассказал. Опыт у меня богатый. Попробуйте потом один год не пропахать противопожарные полосы, как поленились делать мои арендаторы. И сад палитый моим потом, тоннами пота. Сожгли к чертой матери. Вот так, Михаил. Давайте мы на этом закончим. Вот. Прошло почти два часа. Про жителя Соединенных Штатов Америки я уже поплакался. Я не знаю, чем отвечать. Вот. Приглашать его к себе. Позориться. Так. Все. Продолжение следует. Продолжение следует.